Для дальнейшей работы Капот наш Еще недостаточно заржавел Но я думаю Можно продолжать работу Над навесухой капота Хочется сделать самое интересное Что находится На нашем капоте Кировца Конечно же это глушитель Господа А глушитель мы сделаем Не простой А глушитель мы сделаем Прям функциональный Дым конечно же из него не будет валить А возможно и будет Но хлопать своей крышечкой Тарелочкой он точно у нас будет Запитаем Внутреннюю полость Нашего глушителя От нашей колонки И посмотрим Как колонка будет качать наш глушитель Звенеть крышечкой Первым делом Конечно же надо сделать трубу Трубу сквозную Сварную Сейчас попробуем его изготовить Будем паять Из листа железа Потом проведем Внутренние трубки Нужного диаметра С регулировкой потока От колонки Я думаю Будет веселое кино Поэтому Усаживайтесь На своих рабочих местах И айда Смотреть Наши фильмы От КВ Морозов Мы тут делаем Советский могучий Трактор К701 Или К700 Так как у нас там Электромоторы То это совсем не важно 701 Или 700 Главное что Мы делаем Русского богатыря С огромным плугом На 8 лемехов С глубиной обработки 350 Такая вот картина У нас с глушителем Поступаем мы как Вот эту вот часть Будем делать из стали Путем Токарной обработки А вот эту часть Будем Жестянку гнуть Чтобы можно было Спокойно паять И у нас глушитель Будет вот здесь И вот это вот Как будто продавленное Будем ее сюда Просто припаивать Начнем Наверное С токарной обработки Размеры Более-менее есть Высота Получается Метр Это В 10 масштабе 10 сантиметров Здесь диаметр 18 Здесь 11 Длина конуса 270 Вот картинка Вида сверху Эта деталь Называется Кстати Эжектор Чертежик Нарисовался Вот эта вот Часть будет Стальной Точеной А здесь будем Уже гнуть железо Сделаем Из листа 0,6 миллиметров Из чего сделан Весь Кузов Нашего трактора Это у нас Будет Все 0,6 Крышечка Трубка Тут будет Припаяна Здесь у нас Внутрь идет Труба Здесь будем Глушить А сбоку Будем Делать Подвод У нас Давление С нашей Могучей Колонки Немножко Перерисовал Корень Глушителя Сделал Диаметр Побольше Потому что Диаметр Здесь побольше Будет Тонкостенная И здесь Можно будет Убрать Побольше Железа И она Будет Немножко Легче Кусок Железа Нашелся Диаметр 25 Миллиметров Как раз Влезает Наша Деталь Первым Делом Торцанем Деталь Нашу Металл Очень Хороший Торцанули Теперь Первым Делом Будем Точить Вот этот Диаметр На 12 На Длину 28 Миллиметров С посадкой Под Лист Железа 0.6 Диаметр от Диаметр Диампер Диампер Продолжение следует... Корень нашего глушителя готов Теперь снова переворачиваем деталь Хватаем вот за эту толстую часть Отверстие тоже пока не делал Черновой конус обточил вручную Теперь надо резидержку поворачивать в нужный угол Который мы поймаем, конечно же, на глаз И проточим уже Круча вот эту ручку подачи резидержки Круча вот эту ручку подачи резидержки Теперь, когда наружка полностью обработана Можно сверлить отверстия и делать тонкую стенку Круча вот эту ручку подачу Круча вот эту ручку подачи резидержки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не знаю не знаю главное начать бить да ваш любимый молоточек ювелирный ребята загнулась просто изумительно не так то просто его тут отрезать уже конусность правильно не получилось не вышла я здесь в на 18 миллиметров диаметра попытка номер два ну теперь то я точно вышел на 18 миллиметров и труба более правдоподобная она конечно же вся кривая на заводе эжектор делают студенты поэтому она не может в принципе быть ровной если на кировце ровная труба значит это подделка господа она всегда мятая и кривая ну и ребята это прекрасно просверлил отверстие теперь надо сделать на этом отверстие наклон это я делаю фрезой вращается фреза и наклоняется получается вот такое наклонное отверстие и а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Осталось установить наш глушитель на капот Установить его надо ровно посередине Вот у нас линия середины идет И вот у нас крестик Ну позицию корня эжектора мы нашли Сейчас сделаю вот такую вот грушу из проволоки И припаяю сюда Позицию центр нашел Сейчас будем Теперь Устанавливать Вот так Устанавливать 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 Сделал такой трубопровод Диаметр 9 мм Вот эта вот трубка будет соединяться с колонкой Я надеюсь сработает Думаю должно сработать Вот она трубка Будем соединять ее с колонкой Сейчас надо сделать сюда вот Склеить трубку А потом соединить шлангом Трубочку алюминиевую с колонки вывел Диаметр такой же Как и заборный глушителя Подкорректировал направление Осталось только вот этот вот маленький промежуток Соединить Соединил ребята термоусадкой временно Сейчас для испытаний сгодится Только сейчас собирать его надо Вместе теперь Нормалек Залезло Вроде бы как готовы К предварительным испытаниям Капот тоже установим на место Ну что Момент истины Посмотрим Как она у нас Сейчас загремит И получится ли у нас Все это Даже не двигается Субтитры сделал DimaTorzok Эта крышка даже не двигается Давления нет Ладно Стоило попробовать Я думаю Вырвем там трубопроводы Короче И Надо еще подумать Подумать Надо подумать Как это можно еще Сделать Надо подумать Попробовал Заклеить отверстие Тоже не помогает Ну ладно Надо будет Забыть про эту идею Главное Есть глушитель Ладно На этом все Пока Шикарно Метровая труба Глушитель Друзья Мне очень важно знать И чувствовать Что вам нравятся Мои ролики То чем мы тут Занимаемся На этом все держится Поэтому подписывайтесь На канал Делитесь этим видео Заклеить отверстие Заклеить отверстие Я думаю Приджем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, у нас погнулся плуг. Что это такое, блин? Офигеть, мощь-то какая сумаседшая оказывается. Погнули плуг. Это одурить просто можно. Продолжение следует... Продолжение следует...